здравствуйте братья и сестры на библейский портал xgd пришел вопрос чем состояние тепло хладности опаснее чем холодность есть знаменитые слова из апокалипсиса из 3 главы книги откровения знаю твои дела ты не холоден не горяч а если бы ты был холоден или горяч но как-то тепл а не горячий не холоден то извергну тебя из уст моих и действительно вот это вот тепло-хладность она отличается от холодности чем холодность наверное имеется ввиду когда человек вообще не считаете себя верующим все равно он говорит я там атеист или как сейчас обычно говорят я агностик поэтому не лезьте ко мне ни с чем это просто человек который искренен в своих убеждениях и который на основании этих убеждений строит свою жизнь горячий человек это человек верующий который на основании этих убеждений свою жизнь меняет а тепло-хладный человек в этой картине это тот кто говорит да я верующий да я верующий ну вот я живу по-другому отстаньте от меня да господь есть да евангелие у меня стоит на полке вы иногда жена читает а я вот без этого но я верю в иисуса христа то есть это человек который признает что господь иисус христос послал нас спасти но совершенно не интересуется тем как это должно происходить ничего даже не открывает евангелие вот таких тепло-хладных людей их очень много это люди которые считают себя православными даже может быть носят крест который крестец крестит своих детей там пригласят батюшку освятить квартиру но жизнь их никак не меняется при этом они могут очень часто длить тяжелейшие грехи и если попытаться и все-таки удастся вывести их на прямой искренний ответ они скажут что они открывают евангелие потому что они понимают что придется менять свою жизнь и от многого отказаться они этого бояться и не хотят а так бывают самые самые разные самые дикие сочетания вот это тепло-хладность я например помню когда уже больше 25 лет назад великим постом пришел на исповедь человек и сказал что он великим постом жене не изменяет вот я сказал что это похвально но скажите пожалуйста после поста вы вернетесь к супружеским изменам он сказал да конечно просто она беременна я же обычный человек вот и когда я сказал если вы не откажетесь от этой самой возможности вы не можете причащаться он страшно на меня разозлился и обиделся вот когда его вывели на то что с тепло-хладностью жить невозможно или ты христианин и ты всегда хранишь веру на своей жене может у тебя христианский брак тогда или ты не христианин вот он страшно разозлился потому что он хотел считать себя христианином при этом сохранить вот такие тяжелые грехи вот это и есть тепло-хладность она конечно богу отвратительно потому что ненависть ко всему что связано со христом который была у апостола павла это было искреннее рвение по той вере в которой он находился но обратившись этот человек стал первым верховным апостолом человек который горяч или холоден если он приходит к вере он начинает жить по вере тепло-хладного который все знает и признает его вообще никак не сдвинешь внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и Продолжение следует...